Я, короче, говорю, умею. Она говорит, сделай мне массаж. Я говорю, да без проблем. Ребята, извините, я массаж. Подхожу, панцирная кровать, она вот легла в эту кровать и туда ушла. Подошел к ней, ага, все понятно, лежи. Подхожу я, смотрю, она лежит, подушку у нее вот так, она разговаривает со мной. Я говорю ей, ну это, массаж, да. Она топик, в общем, так вот закатывает. Закатывает топик, я вижу спину вот эту вот. Говорю, угу. Она мне говорит, с кремом намажешь спину, чтобы массаж делать. Я говорю, да, я знаю, массаж делать. Где крем? Она в тумбочке. Я открываю тумбочку, смотрю в тумбочку и прям залив, потому что тумбочки, чего только не было. Прям какие-то тюблики, какие-то крема, что-то там, какие-то бутылочки. Все какое-то цветное, все такое пахучее. Я еще тогда думал, блин, вот у нас в тумбочке, блин, ну что там может быть? Слудная щетка, носок, трусы какие-нибудь. Ну все. А тут очень много интересного всего. Крем я сразу нашел. И пока я это рассматривал, я боковым зрением, кровать же она невысокая, я боковым зрением наблюдаю такую картину. Она лежит, вот так вот. И как-то так, что-то там, ты нашел? Я говорю, да-да-да, нашел. И она вот так вот берет, двумя руками, так поднимает, двумя пальцами большими, щелк и расстегивает застежки на бюстгалтере. Двумя пальцами за секунду. Я вот так смотрю на это. Меня это так почему-то взволновало, потому что думаю, как так быстро, двумя, как это вообще, что произошло? Я до сих пор даже всеми руками не могу это так быстро сделать. Всеми пальцами я имею в виду, а тут двумя пальцами. Просто ты на себе пробуешь? Да. Спрашивай, когда я. Ладно, хорошо, ты пробовал, господи. Вот. Я, в общем, встаю, крем беру этот, вижу, она лежит. О, там конь не валялся, тут столько много всего. Я вот этот крем, детский крем-то помню был, я смотрю на эту спину, думаю, как это, а сколько надо? Ну ладно. И выдавливаю его на руку, вот такую горку, прям такого крема побольше. И чтобы перестраховаться, так по спине еще как раз слейко. Развез. И начал распределять этот крем по спине очень ровным слоем вдоль позвоночника. Готово распределяю, чтобы везде было беленькое. Все, обхожу кровать. И с другой стороны, собственно, соответственно, тоже все это выглаживаю, распределяю. И понимаю, что с той стороны, с другой стороны, крем начинает таять и так стекать с нее вниз. Я, в общем, отбегаю быстро туда, начинаю его поднимать вверх, понимая, что его очень много. Он не впитывается, я уже, уже на шее, уже на руки начинаю. Там течет, я туда, и меня подкапает уже, я это все быстро собираю туда, понимая, туда-сюда. Я, короче, бегал туда, сюда, сюда, туда, туда. И в какой-то момент она лежит так вот, говорит, слушай, может ты сядешь на меня уже, что ты бегаешь вокруг этой кровати? Я, в общем, говорю, у меня вот так вот все в креме. Просто он весь течет, сволочь такая. И я вот схватиться не за что через эту кровать, быстренько так, раз, и она вот железяками вот сюда еще как бы уперлась. Так больно. Ну, ну ладно, все, все, надо успокоиться. Начинаю опять это все распределять, распределять, распределять. Вижу, что потихонечку он начинает впитываться. Думаю, нормально, нормально, нормально. Все, все, впитался, она даже чуть-чуть припухла так. Ну, видимо, влаги очень много. И я вот, у меня еще пот капает на нее, я, блин, так неудобно. Ааа, ладно, короче. И вот в момент, когда уже вроде успокоилась, все впиталось, я успокоился, тоже выдохнул. И, короче, дальше пошло все по классике. Ну, думаю, так, все, успокоился, нормально. Рельсы, рельсы, там, шпалы, уточки из пятого вагона. Ну, короче, я ему посыпался, горох, горох, там, все, слоники. И вот я вот все это делаю. И вот в это уже время слышал со стороны опять мое имя. А, нет, вру, не имя, а фразу вот эту. Доброе утро. Я, в общем-то, дальше продолжаю с ней еще что-то разговаривать. И опять уже громче так. Доброе утро. Я предповорачиваюсь в сторону. И понимаю, что в дверях, дверью в этот, господи, в эту комнату, в палатке, стоит у меня мама, короче, такая, с пакетами. А она, в общем, сделать решила мне сюрприз, видимо. Это был у меня родительский день. Она так заехать решила, яблочек привезти меня. И она вот так вот стоит на меня, взяли все так только. В связи, иди. Ой, да. Ты мамой, маленькая. Ты меня это все. И она стоит так, смотрит на меня. Доброе утро. И я сижу тут на воле. А Оля, она в это время в другую сторону смотрела, она говорит, что происходит, что происходит. Тишина полная, все дети сидят. Буквально несколько слов о фразе. Доброе утро. Почему я был тогда шокирован? Я вообще не понимал, что происходит. Потому что у меня утро дома, оно плюс-минус всегда в одной вариации происходило. Мама заходила в комнату. Нормально. Она заходила в комнату, и вы знаете, выключатель. У нас же у всех вот есть выключатель, да? Ай, у меня же там не видно. Это же трансляция. Выключатели как будто вот здесь, да, у нас в комнате. И моей маме было принципиально выключатель не включить пальчиком, а она его подключала постоянно. Щелк, ты так просыпался. Что такое, что происходит? И она сразу говорила, там, подъем, завтрак на столе, чистим зубы, в школу собираемся. Зимний вариант этой же штуки, она заходила. Опять же, выключатель было принципиально вот так вот включить. Вот. Она заходила, брала вот так вот, подходила к одеялу, брала одеяло за уголочек. Приезд из меня его снимала, и когда вот это ощущение... Ух ты! И опять, чистим зубы, завтрак на столе, умываемся, там, в школу сыграемся. Доброе утро! Я никогда этой фразы не слышал. Тем более, в обедах. Я смотрю опять на маму, это все быстро происходит. И она, глядя на меня, говорит мне, Артур, может быть ты, ну, там, оторвешься от своего действия, я тебе тут привезла, а потом ты можешь продолжить. И вот так вот взворачивается, и уходит. Я смотрю, я... Ага. И, не знаю, у меня сковало все. И единственное, что я смог выпалить в этот момент, когда через эту вот кровать это все я отталкиваю, и за мамой же надо идти. И я... Ну тебе же понравилось, да? Да? Такая больная. АПЛОДИСМЕНТЫ